Культ, 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 культ. В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день, вы не ошиблись. Это действительно программа Культ Поход, которая у нас проходит в прямом эфире каждую пятницу. Мы не только встречаемся с интересными гостями, но еще и задаем вам различные вопросы. Гости, вернее, наши задают, вы отвечаете и получаете разнообразные призы. И сразу же напоминаю номер прямого эфира, 211-101. Светлана Дождевых, добрый день. Добрый день, Владимир Владимирович и Танин. Добрый день, наконец-то увиделись, наконец-то встретились после моего небольшого отпуска. Ну, сегодня, у сегодняшнего дня, 7 июля, такой серьезный исторический подтекст, да. День Ивана Купала сегодня. Ивана Купала сегодня. А завтра день семьи, любви и верности, да. Тоже к истокам возвращаемся. И вот сегодня прекрасная возможность у нас к нашим корням, к истокам, да, обратиться, обратить на них внимание. Про дымковскую игрушку сегодня будем говорить. И сейчас представим нашу гостью. Да, в гостях у нас Надежда Менчикова, председатель правления Кировского городского отделения Всероссийской творческой и общественной организации «Союз художников России. Народный художественный промысел. Дымковская игрушка». Добрый день. Добрый день. Поближе немножко к микрофону. Добрый день. Дымковская игрушка, она в таких излишних представлениях не нуждается. Как только мы произносим это слово-сочетание, все прекрасно... Все знают. Все знают, что это, да, перед глазами образ соответствующий возникает, да. Лето, вы сейчас работаете, продолжаете, да, свою деятельность. Работаем, работаем. Давайте сразу же напомним, вот в первую очередь, где, когда, как жители города, гости города могут познакомиться с дымковским народным промыслом. Какие возможности есть сейчас, да? В нашем здании, в старой части города, на улице Свободы, 67, существует музей, и работает он с марта 2011 года, в котором можно посмотреть историю промысла и работы современных мастериц. Большинство жителей нашего города приводят сюда своих гостей, детей, то есть место уже знакомо очень многим. И, конечно, там можно не только посмотреть самостоятельно, но и заказать экскурсию, заказать мастер-класс и более глубоко проникнуться в технологию, в традиции промысла. Что сейчас наиболее востребовано? Что больше всего привлекает внимание посетителей? Ну, людям интересно все очень по-разному. Кому-то достаточно глубоко как бы услышать экскурсию, вот все эти наши белые пятна попытаться расшифровать в истории промысла, а кому-то хочется просто слегка полюбоваться и взять в руки глину. То есть очень разные у всех абсолютно подходы. Это мастер-класс вы имеете в виду? Мастер-класс, да, полепить самим, почувствовать, как это все складывается, потому что на самом деле ведь глина, из которой лепится игрушка, она у нас особенная, она у нас не позволяет вытягивать из единого куска, тут надо все собирать как конструктор по деталям. Вот чем отличается лепка, например, из других материалов, из пластилина и лепка из глины? Это разные вещи? Конечно, разные вещи. Я с глиной никогда не работал, насколько помню. Ну, в детстве мы все трогали глину. Мы все проходили через это, мы трогали глину и песок. У нас с вами детство было, наверное, все-таки такое. А сейчас, конечно, очень многие не знакомы с этим материалом. И когда дети с детства трогающие разные варианты пластилинов, которые не прилипают еще к рукам, приходят и трогают этот материал живой, природный, им это удивительно, что руки пачкаются, они становятся ярко-оранжевыми. А потом удивляются, что легко все смывается. То есть вот интересно, конечно, смотреть на детские вот эти впечатления, но и взрослые порой тоже как дети. Все туристы хотели бы это все попробовать. Сколько по времени вообще занимает изготовление фигурки на мастер-классе? Ну, чтобы сделать простую птичку хотя бы, потому что в основе любой серьезной игрушки лежит как бы такое яйцо, к нему уже добавляются все детали. Чтобы сделать простую птичку под контролем, конечно, педагога с его помощью, потребуется примерно 30-40 минут. Потому что это надо сделать самостоятельно, а не то, что тебе кто-то там все слепит и поможет примазать. То, что сделал своими руками, потом можно унести после, соответственно, термического... Да, это можно унести, но технология наша все равно требует времени. То есть если кто-то не торопится и в гостях в городе у нас живет какое-то время, мы успеваем игрушку высушить и даже обжечь. И человек забирает ее и сам может ее дальше расписать, побелить, расписать и так далее. Возрастных ограничений у вас нет никаких? Ну, в принципе, с 4-х лет ребенок способен уже работать. Пожалуйста, присоединяйтесь к беседе. Я слушаю с удовольствием. Я прекрасно знаю эти удивительные мастер-классы. Мы всегда со студентами ходим. У меня обязательно просто по программе посещение, причем всех абсолютно специальностей. И могу сказать, что, да, действительно, работа с этим природным материалом, она вызывает какое-то очень умиротворение. То есть сначала студенты приходят, особенно девушки с такими длинными ногтями, да. Что? А где перчатки? Они меня спрашивают, а где перчатки? Зачем вам перчатки? Мы разве будем работать не в перчатках? Натуральный, природный материал. А потом, когда берут глину в руки, то наступает вообще такое очень приятное какое-то состояние. И всегда это какая-то тишина, и спокойствие, и возможность подумать. Ну, не знаю, у меня такой философский подход. Я просто наблюдала за многими уже группами студентов, которые у вас бывали. И на них это действует вот примерно так. Но глина, в принципе, как любой природный материал, человек должен найти этот материал. У кого-то это дерево, у кого-то это, например, солома, там, вереста, у кого-то глина. Тут надо найти этот материал. Если он твой, то ты уже к нему как бы прилипаешь, и хочется тебе этим заниматься. У меня чисто такой рациональный вопрос, хозяйский такой, где, откуда добываете глину, откуда привозите, где это все находится? Сейчас мы глину заказываем, нам ее привозят готовую. Потому что если в старину мастерицы еще где-то в 50-е, 60-е годы, они с лопатами на грузовиках ездили, копали эту глину, привозили себе во двор даже нашего здания, и в морозы, зимой откалывали, сколько им нужно, заливали горячей водой и все это перерабатывали руками, сейчас, конечно, этого нет. Мы заказываем глину с керамического производства, Просница, это Камтех. Они готовят глину для себя, и мы берем у них глину для работы. То есть это же смесь там еще с песком. Они, да, все это смешивают, перерабатывают, и все это вот в таких примерно по 10 килограммов, такие караваи поступают к нам в полиэтиленовой упаковке, и мастерица берет это в работу. Но в любом случае она должна все это руками перемять. Потому что в глине есть такое страшное дело, как воздушные пузыри. Если ты не перемял глину, то обязательно это произойдет трагедия, это лопнет в обжиге. Игрушка потом, да, в обжиге. И это очень печально, когда особенно крупные вещи разлетаются на части. Ну, видимо, продолжительно нужно сидеть, вот это все мять. Вчера объявили, что турпоток в наш город увеличился на 30%. Ощущается, приходят туристы, как сейчас летний сезон? По сравнению с прошлым годом? Да, да. Ну, я должна сказать, что у нас и в прошлом году, и даже в условиях пандемии народ постоянно шел. Мы работаем без выходных. Поэтому большие группы записываются, а маленькие идут просто ручейком. Текут и текут. Люди приходят по одному, по два, по пять человек. И сразу просятся в музей, и их не волнует, что там какая-то запись, и почему-то у нас маленькие, и вообще надо, чтобы всех мы пускали. А какой режим у вас работает, да? Давайте мы объявим для тех, кто заинтересовался. Мы работаем без выходных с 10 до 18, каждый день. Поэтому на экскурсию просто желательно записаться, чтобы всем было удобно. Ну, телефон можно озвучить, пожалуйста. Телефон музея 78-60-41. Свободы 67, еще раз напомним. Свободы 67, да. Квартал между Московской и Спасской. Да, дом известен как дом художника. Вообще история этого дома тоже интересная. Там же два дома рядом. Один маленький дом художника, который был построен в 50-е годы. Именно в этом здании, в подвале, в мастерской скульптора Кошкина впервые начали принимать дымковских учениц со стороны. Не со слободы Дымкова, а именно посторонних людей. Там мастерицы сдавали будущие экзамены, их брали на обучение. А в дальнейшем так промысел раскрутился, что наш пристрой к этому маленькому домику был построен в начале 80-х только уже для промысла. Сугубо для производства. Давайте о производстве непосредственно поговорим. Сколько сейчас мастериц занимаются этим делом? В каких условиях они работают? В нашем здании работает, и мы опекаем порядка 20 мастериц. Поскольку мы занимаемся обучением молодежи, и проблема кадров, она встала в промысле еще в начале этого тысячелетия, поэтому нам пришлось очень активно этим заниматься, набирать молодежь. И мы много набили шишек, пока поняли, как это все нужно делать. И кто может быть педагогом, а кто не может. Поэтому сейчас львиная доля мастериц у нас молодежь. Да вы что? Да. Возраст примерно. Возраст примерно от 25 до 36. Ну это действительно молодежь. А они идут, им просто это нравится, или вы с каким-то специальным образованием, то есть это может быть выпускники Рыловского нашего училища. Выпускники училища, к сожалению, к нам пока еще никак дойти, видимо, не могут. Но могли бы. Но могли бы, потому что там есть отделение керамики в нашем художественном училище, и это отделение было открыто после того, как наша организация еще в 90-е годы написала письмо президенту о том, что у нас вот эта кадровая тема как бы уже наступает. И тогда это отделение было открыто в нашем училище для того, чтобы к нам шли эти кадры. И наша мастерица там преподает, ведет дымковскую игрушку. Но почему-то по каким-то причинам эти пути никак у нас не складываются. Поэтому, чтобы выжить, мы сами объявляем конкурсы, приглашаем девушек, женщин молодых. Они приходят, мы их отсматриваем, и потихонечку каждый год мы берем по одному-два человека и учим сами. Если бы мы этого не делали, сейчас, наверное, была бы беда. У нас бы вообще не было никаких дальнейших перспектив. Процесс обучения много занимает мастерица? Чтобы дать основы, вот самые-самые основы, это нужно хотя бы 6 месяцев, 9 месяцев. Это когда проходишь весь основной ассортимент, но это не стопроцентно художественное произведение, так скажем. Это как бы ты передаешь основы, вот как это все делается. А чтобы добиться красоты, чистоты и авторского почерка, для этого надо мастерице отработать лет 6, а то и 10. Тогда вот в этом красивом букете из мастериц разных поколений ты будешь каким-то цветочком. Сначала скромным колокольчиком или ромашечкой, а потом ты, может быть, будешь гладиолусом. Со своей индивидуальностью. Или розой, конечно. А границы авторского почерка в промысле допускаются? Допускаются. Да, и опускаются, конечно. Но даже в традиционных игрушках каждый мастер имеет свое лицо. В обычных вот этих крестьянках с хлебом с солью, нянях, водоносках, индюках. Каждый все равно и в лепке, и в цвете, и в орнаменте он в какой-то степени индивидуален. Ничего себе. Мы отличаем, когда мы обжигаем, в одну печь складываются игрушки всех мастериц. Бывает такое. И когда мы их складываем, мы только по лепке определяем, кто это. Даже оборка, если слетела с какой-то игрушки, мы знаем, кто ее потерял. Не подпишешь же никогда, собственно. Конечно, конечно. Я даже не задумывалась об этом. Подпись ставится в конце, когда уже все расписано, и тогда мастерица, которая от и до делает одна. Это тоже удивительно, потому что в других промыслах там же есть художник, который разрабатывает образец и пускается все на поток. И на каждом этапе кто-то что-то делает. А у нас-то ведь каждый автор, то есть он слепил, он уже во время лепки задумал что-то интересное, как он в цвете будет, как он какие-то детали придумывает. Он потом это все и расписывает, и ставит свою авторскую подпись. Соответственно, мы вообще уникальные, особенные даже в этом. Если мы будем сравнивать другие центры глиняных игрушек в нашей стране, нам вообще крупно повезло, что мы не потеряли дымковскую игрушку в начале 20 века. Мы не потеряли ее перед Великой Отечественной войной и в годы войны. И нам повезло, что в 90-е годы промысел сам себя снова сохранил. И поэтому, если другие центры погибали, и сейчас они из каких-то обломков, найденных археологических деталей пытаются себя возродить, то у нас-то вот эта цепочка не прерывалась. И наши мастерицы, они профессионально этим занимаются. То есть они приходят на работу и лепят дымковскую игрушку. Насколько интенсивно они трудятся? Сколько там за день у них получается, за неделю? Норма. Очень многие задают такие вопросы. Но норм такие очень сложно сказать, потому что кто-то делает мелко-среднюю игрушку, так скажем. Кто-то делает крупную игрушку. А чтобы сделать крупного индюка, ты его за день не сделаешь. То есть частями делается игрушка. То есть делается туловище, например, у индюка, оно же пустотелое. На лапы садишь его, потом игрушка подвяливается, и через день ты садишь, например, ему этот хвост. Иначе всё провалится в этой свежей глине. И так по частям это всё собирается. Поэтому от уровня мастерицы, от того, какой она профессионал, зависит на какую сложную и по размеру большую игрушку она пойдёт. И это надо до этого дорасти. То есть когда приходит, например, какой-то заказ, мы уже знаем, кто на что у нас может пойти. И распределяется заказ в меру, так сказать, возможностей человека. Потому что мы не можем заставить мастерицу, если она не идёт на крупный размер, значит, она не готова к этому. Она работает в среднем размере, пусть работает. Да растёт, да растёт. Придёт время, она перейдёт этот рубеж. То есть это очень интересно наблюдать вообще каждый, как растёт. Это настолько мне, как искусствоведу, вообще это просто очень интересно. А какая вообще атмосфера в мастерской царит в процессе? Там кто-то любит слушать музыку? Или абсолютная тишина там? Что вдохновляет, наверное, да? Но ведь у нас мастерские есть, по два человека сидят. И есть маленькие, но их у нас меньше. И те, кто удаляются в маленькие мастерские, вот они как раз точно слушают музыку. Аудио какие-то у них идут, рассказы, классику слушают и так далее. То есть это люди, которые себя наполняют вот этим содержанием русской вот этой нашей культуры. И оттуда у них идут тоже определённые всплески в плане каких-то тем, либо каких-то деталей в этих же традиционных парочках, барнях, кавалерах, всадниках и так далее. А есть те, кто любит поговорить. Соответственно, им нужна пара. Они и обсуждают какие-то вопросы. Они могут радио послушать. То есть они успевают больше иногда за рабочий день, пока они трудятся, услышать интересные информации, чем руководитель, который сидит и занимается другими бумажными порой вопросами. То есть все очень индивидуальны, очень. Ездите ли на какие-то форумы, чтобы понять, что происходит в промыслах России вообще в целом? Вообще предложений очень много в настоящее время. Проходят и конференции, и какие-то форумы, и ярмарки всякие, где тоже есть какая-то деловая часть. Мы стараемся, мастериц опытных, те, кто у нас способен, не только рассказать, показать, провести мастер-класс, но даже и продать игрушку, вот такие универсальные мастерицы тоже очень часто куда-то выезжают. Конечно, продвижением надо заниматься обязательно. Им самим интересно посмотреть мир, посмотреть, как к нам относятся, ну и сделать нужные, так сказать, вопросы для организации. Что касается меня, я, конечно, выезжаю больше с такой теоретической частью, с маркетинговой частью. И вот последний мой выезд, например, это в Москву, это была креативная неделя в Москве. Она до сих пор еще, так сказать, неделю она проходила, еще не закончилась с понедельника. И что мне показалось там интересным? Очень много было разных сессий, направлений. Я всегда боялась вот этого определения креатив. Креатив и промыслы. Креативная индустрия. Креативная индустрия. Мне было жутко страшно. Я же креативщик, да? Я не понимала, как это относится к нам. Для меня креатив – это творчество. Промысел для меня – это тоже творчество. Там нет ничего вот такого одинакового, чтобы у нас ни одной игрушки вообще не повторяется. У нас креатив просто лезет из ушей, я считаю. И тут вдруг какой-то для меня креатив – это дизайнер, чужой человек, заходит к нам в организацию, к моим мастерицам и начинает. А давайте-ка мы сделаем то-то, выдернем оттуда орнамент. А давайте-ка мы сделаем то-то, возьмем какую-то деталь. И он предлагает такие вещи, которые, в принципе, наш вот этот вот синтез уже всего, и скульптуры, и декоративной росписи, он это все разваливает на составляющие и пытается нам сказать, что надо вот это делать, и это будет хорошо. Когда я разговариваю с дизайнерами, предложений очень много, потому что государство поддерживает это направление финансово. И вот они нам, знаете, что предлагают? Они говорят, давайте мы вам дадим какую-то форму, уже отлитую, видимо, из чего-то, а вы ее распишите по-дымковски. Это первый вариант. Второй вариант. Мы лепим традиционную, например, барыню и расписываем так, как они нам предлагают. Я говорю, понимаете, что это уже называться дымковской игрушкой не будет? Они говорят, как это не будет? То есть люди, которые заходят к нам, они вообще не понимают наших абсолютно границ законодательства, в рамках которого мы работаем. И они пытаются на этом заработать деньги, и, на мой взгляд, очень многие дизайнеры, я вот слушаю, как бы опыты, пробы в Палихе, там, предположим, часы сделали. Ну, часы, я еще понимаю, но это тоже не промысел. В городец, в Хохломо зашли дизайнеры, сделали разноцветные вот эти вещи, но это же надо понять, что оно, может быть, намек какой-то на этот промысел, но это не элемент промысла, это не часть, не продолжение его. И очень многие дизайнеры, которые попробовали и увидели, как работают на самом деле истинные мастера, они честно признались, что они своими работами, они абсолютно не сделали того, чего как бы хотелось. Вот эту глубину и содержательность они не передали в своих работах. Надежда Николаевна, изменилось ли в последнее время вот за пределами Кирова и нашей области отношение к дымковской игрушке? Нас стали больше узнавать, уважать, либо какие-то обратные процессы вы наблюдаете? За пределами Кировской области нас знают, нас очень любят и активно используют. Начиная от каких-то крупных всероссийских мероприятий, оформления праздников в этой же Москве и так далее, берутся активно наши образы, берутся наши орнаменты, магазины оформляются в дымковском стиле. Все это просто очень интересно, им всем это очень нравится, и это узнаваемо как взрослым, так и детям. Другой вопрос, что у нас в городе Кирове. У нас почему-то отношение к промыслу, оно все время меняется. То нас вдруг резко полюбили, то вдруг сказали, что может быть хватит о ней говорить об этой игрушке, давайте поищем что-то другое. Вот на моей памяти так проходило уже несколько раз. Ну вот в преддверии 650-летия, это снова, да, эти движения, они возобновились, как-то поиграть с этим совсем, может что-то новое изобрести. А вообще купить дымковскую игрушку можно за пределами Кировской области? Где вы сейчас представлены? Мы, заказов по стране у нас много. Да, после пандемии очень многие магазины снова начали торговать, то есть мы работаем с Нижним Новгородом, мы работаем с Екатеринбургом, мы работаем с Новосибирском, с другими городами, Кисловодском, например, и так далее, Ярославлем. Но вопрос в том, что все равно с развитием туризма, когда люди начинают ездить в разные регионы и узнавать именно этот регион, я не думаю, что дымковская игрушка востребована как предмет вот этого региона. Мне тоже непонятно, когда приезжаешь в какой-то другой город, и в магазинах сувениров представлены другие промыслы. Иногородние. Иногородние. Да, и этим, кстати, страдают и наши все магазины сувениров, да, абсолютно, потому что в них есть и Гжель, например, московская, да, и тот же городец. И хохлому. И хохлому, да, тоже. До пандемии также активно были заказчики, которые продавали игрушку, то есть принимали заказы от детских садов и продавали игрушку вот в эти садики. Это тоже было приятно. Сейчас почему-то меньше этого стало, я не знаю, в чем дело. Пока заказов этих стало меньше. А вот проблема как раз воспитания нашего молодого поколения, чтобы они знали все промыслы и понимали вот их, так сказать, внешний облик и глубину. Вот эту задачу сейчас ставят, мне кажется, на первое место очень многие специалисты, кто занимается проблемами промыслов как культурного кода нации. То есть тут вопросов очень много. Хотят какие-то отдельные организации придумать, которые будут опекать эти промыслы, смотреть индивидуально на каждый, что ему нужно помочь, в чем, так сказать, у него какая-то проблема существует. Вот если все-таки это случится, было бы прекрасно. Наверное, тогда и произойдет определенная чистка, когда промыслы, ярко выраженные со своим лицом, выйдут вот таким ярким пятном вперед, а остальные ремесла пойдут следом за нами. Сейчас, я считаю, у нас происходит определенная мишанина, путаница между ремеслами, яркими центрами промыслов. Люди не всегда понимают, что это такое. Ну, это, наверное, отражает в целом состояние общества, какие-то поиски, новые концепции, новые идеи, новую почву под ногами обрести. Иногда и стоимость игрушки. К сожалению, часто встречаюсь с такой ситуацией, когда показываешь оригинальную дымковскую игрушку в магазине, но выбирают магнит из гипса, похожий на барыню. Слушайте, а со случаями, с попытками подделывания дымки сталкиваетесь, сталкиваетесь, да? Конечно, конечно. А откуда ноги растут? С чем связано? Вот буквально вчера мне отправили из Золотого кольца одного из музеев, отправили фотографии витрин, где представлена дымковская игрушка и филимоновская. Так вот, в том разделе, где дымковская, нет ни одной настоящей игрушки. Там абсолютно все подделка. А кто это изготовил-то? Это ведь музей. Где это все? Ну, значит, и смотрела я, кстати, заходила в портал Музея России, где тоже выложены все музейные коллекции, и зашла, посмотрела случайно Новосибирск или Омск, тоже музей государственный, и там тоже подделка. То есть вывод какой? Музеи не покупают в центрах, они покупают у тех, кого не знают, может быть, в этом же условно Новосибирске. Новосибирске, кто-то где-то какие-то мастер-классы либо по интернету что-то поизучал, непонятно из какого материала слепил, некачественно обжег, и вот это все представлено дымковской игрушкой. Надежда Николаевна, как вы по фотографии определили, что это подделка? Я вижу сразу по форме, я вижу по деталям, ну и если фотография позволяет в профиль еще посмотреть, то я вижу как бы уже все сразу. То есть зачастую это такая вольная интерпретация, да? Да, и очень много на зонах, вот на всех этих наших маркетплейсах, везде вот это все предлагается, а люди, понимаете, люди покупают, а потом ищут, кто виноват и обращаются к нам. Ну вы, вам приходится разбираться, да, с этим совсем? Ну мы отвечаем, что мы тут, при чем или не при чем? А есть какие-то, ну как современным языком лайфхаки, как отличить настоящую дымковскую игрушку? У нас минута до рекламы, да. Ну мы можем вот задать этот вопрос и подумать пока. Ну я думаю, что не специалистам, наверное, трудно будет так вот на слух разобраться, как действительно. Ну что-то вот какое-то, Надежда Николаевна, за рекламу может быть подумать, да, вот какой-то совет такой, который мы можем... По-моему, совет один, приходить только на Свободы 67 за дымковской игрушкой, все, больше никакого совета, наверное, нет. Кстати, да, мы скоро задавать будем вопросы вам, наши слушатели, 211 и 101. И традиционно у нас есть вопрос отдельный для подписчиков и читателей телеграм-канала Радио Кировград. Прямо сейчас я туда запускаю вопрос, естественно, он связан с дымковской игрушкой, там фотография приза, которую вы можете получить. Вот все, кликнул мышкой, все, в телеграм-канал пошел вопрос. А сейчас у нас реклама до полторы минуты, и мы продолжим. Мы продолжаем наше общение с Надеждой Менчиковой. Это председатель правления Организации Союза Художников России, народный художественный промысел «Дымковская игрушка». Есть, видимо, желающий, да, сразу ответить на вопрос, заданный в телеграм-канале. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вас зовут? Марина. Марина. Вы прочитали вопрос, да? Да. Какое отношение к дымковской игрушке имеют молоко и яйца? Вот такой вопрос в телеграм-канале. Ну, знаете, вот яичный желток добавляют в краску, которой окрашиваются потом дымковской игрушки. Вот, а молоко добавляется для отбеливания глины, чтобы хотя бы тон по игрушке был посветлее. Ну, вот насчет отбеливания глины, конечно, не знаю, как, Надежда Николаевна, но ход-то мысли правильный. Нет, ход правильный. Ну, тоже как бы вы это что хотите оттенить, чтобы более светлый оттеночек был. Ну, в общем, для красителей. Ну, для побелки. Это грунт, которым покрывается глина в слободе дымкова, так делали. В общем, да, действительно, вот эти продукты, молоко и яйца, они использовались издревле, да, мастерицами для изготовления красителей. Да, 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 все верно. Да, мы вас поздравляем, приз, фотография там у нас, да, в телеграм-канале, это билеты в кинотеатр «Смена». Поздравляем вас, правильно ответили, не кладите, пожалуйста, трубку, передаем вам, вас нашему редактору, еще немножко с ней пообщаться. Ну что, надо нам призы озвучить, те, которые у нас имеются, да? Есть у нас ведь перед нами список, давайте. Так, внимание, слушатели, что сегодня можно выиграть? Итак, мы разыгрываем пригласительные на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Смена» и «Дружба». Также у нас есть пригласительный Вятский художественный музей на выставку «Новая степь» Зарикто-Доржиева, ограничение 6+. А также на выставку «Виктор Воснецов.Притяжение А», ограничение 0+. И книги от магазина «Читай город». Полина Санаева «Черная водолазка», ограничение 16+, Кай Майер «Аромат книг» 12+, Ирина Дегтярева «Степной ветер» 12+, Михаил Н.Д. Виланд Фройд «Рыцарь Родриго и его оруженосец» 0+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговом центре «Театро Крым», в торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». А также есть у нас еще пригласительные билеты в Вятский палеонтологический музей. На прошлой неделе они были гости нашей программы, поэтому у нас еще есть билеты. Алексей Торопов его забыл, да? Да, нет, нет, у нас был Леонид, зам. Да, отлично. Ну что, вот у нас шесть минут есть для того, чтобы пообщаться с нашими слушателями. Ну и вопрос, Надежда Николаевна. У вас два вопроса. Один, я так подскажу, попроще будет, второй посложнее. Все верно. Да, давайте с простого начнем. Вопрос первый. Как называется знаменитая весенняя ярмарка в Вятке, где продавалась дымковская игрушка? 211 и 101. Абсолютно простой вопрос. Мы протестировали на себе эти задания до начала программы. Все билеты сразу раздадимы. Мы сразу ответили, да. Второй вопрос будет посложнее. Но я думаю, на втором вопросе не закончится, потому что время-то еще есть. Да, есть уже звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Здравствуйте, Наталья, наш постоянный слушатель. Мне кажется, это Свистунья. Да, Свистунья или второе название. От слова плясать еще. Не только свистеть, но и плясать. Второе название. Свистунья или свистопляска. Свистопляска. Что это вы тут за свистопляску устроили? Вот у нас наша традиционная фраза. Очень смеются всегда над этим названием. Да, Наталья, все верно. Что хотите получить в качестве приза? Ну, в кино пойдемте. Кино, хорошо. Не кладите еще немножко, полминутки трубку. Передаем вас нашему редактору. А вот следующий вопрос, на который мы, к сожалению, до начала программы, Надежда Николаевна нам его задала, ответ не смогли дать. Потому что там, ну, действительно, историю надо знать. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Второй вопрос, он каким-то образом, наверное, пересекается с сегодняшними нашими юбилейными планами. Мы же планируем свою Кировскую область показать. За пределами. За пределами. Так вот, вопрос связан с Дымковской игрушкой. Когда и для чего Дымковская игрушка попробовала стать рельефом? Когда и для чего? В нашем городе? Нет. А давайте сразу подскажем, что нет. Нет, не в нашем городе. И все, да, и больше не подскажем там, где. Ну, давайте начнем подсказывать. То есть было некое мероприятие где-то, да, да. И вот наш край надо было представить там, да. Да. Так, все верно. Да. И вот поэтому... И в итоге это случилось? Это была реализована эта идея? Конечно. Была реализована. И, видимо, я уже знаю ответ. То есть задача стояла показать. Да. А сейчас такой задача. Делать так, чтобы Кировская область отличалась от других регионов, имела свое лицо. Да. Где обычно представляют? Долго думали, думали и придумали. И придумал Алексей Иванович Деньшин, вятский художник, который подсказал, как можно использовать дымковскую игрушку в этом случае. 211-101. Три минуты у нас есть еще. Звоните. Звоните. Сейчас будем вместе разбираться. Будем историю вспоминать. У нас есть звонок. Да. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Александр. Александр. Тоже наш постоянный слушатель. Ну что, Александр, ваши соображения по этому поводу? По-моему, 1932-й, то ли 1934-й год. Всемирная промышленная выставка в Москве. И был павильон в Вятском украине. И вот там было очень многочислено представлено. Ну вот, опять-таки, направление правильное, да? Правильное направление. Что это выставка была. Это была выставка. В Москве, действительно. В Москве. Только выставка другая и год другой тоже, да? Да, да. Можно без года, да? Сменить локацию выставки. Алексей, в принципе, на суть уже ответил. Да, конечно. Александр, простите, да. Тогда был еще вот вариант. В первый раз упоминался. В 1880-х годах была выставка. Не-не-не. Вот насчет 30-х вы абсолютно правы, да. Ну, давайте озвучим правильный ответ. И, Александр, поздравим, да. Потому что абсолютно, еще раз повторюсь, верное направление мысли. Это был 1939-й год. Это был 1939-й год, когда в Москве открыли ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, павильоны. Да, да, да. И наша Кировская область была представлена в павильоне Ленинград-Северо-Восток. И вот тогда стояла задача оформить наш зал. И Алексей Иванович Деньшин, наш швейцкий художник, предложил сделать дымковскую игрушку в плоском виде, сделать рельефы и украсить наш зал в виде таких фризов, сделать пилястры. И орнаменты дымковской игрушки были положены вот на такие большие плоскости, и наш зал был просто шикарен. Вот такой замечательный ответ. Но, Александр, мы вас поздравляем, потому что вы суть уловили. Что хотите получить в качестве приза? Редактор. А давайте к редактору. Давайте к редактору, да, потому что у нас пара минут остается. Не кладите, пожалуйста, трубку. У меня есть еще желание, вот две с половиной минуты еще подсказывает наш звукорежиссер, у нас есть времени. Можно я вопрос задам? На внимательность. Вы проговаривали это. Сколько в настоящее время дымковских мастериц трудятся? В нашей организации. В вашей организации, да. Вы проговаривали эту цифру. Давайте на внимательность. Я подскажу три варианта ответа. Около 10, около 20 или около 30. Нормально? Нормальный вопрос? Вот так вот. 211-101. Дозвонитесь прямо сейчас. Призов у нас еще очень много. Ответьте на этот несложный вопрос. Надежда Николаевна эту цифру проговаривала минут так 15 назад. Если вы услышали, то я думаю, что не составит вам труда сейчас дозвониться и правильно ответить. 211-101. У нас примерно минутка полторы еще остается. Есть. Есть нам подсказывает. Алло, добрый день. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Алло. Алло, алло. Мы вас слышим прекрасно. Вы нас слышите? Да, да. Здравствуйте. Вопрос, да. По поводу количества дымковских мастериц, которые трудятся сейчас на свободу 67. Около 10, около 20 или около 30? Ваш ответ? Около 20. Верно. Все верно. Все верно. Около 20. Осталось узнать, как вас зовут? Артем. Артем. Вы впервые дозвонились? Да, да. Да. Ой, здорово. Нам очень приятно. Очень приятно, когда новые слушатели звонят. Не кладите, Артем, пожалуйста, трубку. Мы вас нашему редактору передадим. И вы уже с ней выясните, какой приз вам, собственно, хочется получить. Да. Минута остается. Еще раз приглашаем наших слушателей на свободу 67. Да. Еще раз повторяем, что вы работаете без выходных абсолютно, 7 дней в неделю. И тот, кто хочет узнать об игрушке больше и отличать хорошее от плохого, приходит в музей. С 10 утра до 6 часов вечера, без обеда абсолютно. Заранее желательно записаться. Еще раз напомним номер телефона. У вас ведь там еще и магазин работает. 78 60 41 телефон музея. Спасибо. Благодарим нашу гостю, Надежду Менщикова, председатель правления Организации Союза художников России, Народный художественный промысел, Дымковская игрушка. Удачи вам в водотворной деятельности и побольше посетителей. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok